Что с нами происходит, когда мы тревожимся? Голос можно настроить как удар боксера. Опасение, что-то такое странное с вами происходит. Вот такие четыре простые правила. Приглашаю качать голос со мной. Здравствуйте! Меня зовут Руся, я вокальный имиджмейкер. И сегодня я подготовила для вас интересную тему для общения. Но какую я уже забыла. Мне нужно посмотреть блокнот. Тема сегодняшнего видео следующая. Как скрыть тревогу в голосе? Давайте сначала обратим внимание на то, как мы слышим тревогу в голосе. Что с нами происходит, когда мы тревожимся? Мы застываем, мы заморожены, нам страшно, тревога подступает. И когда мы встревожены, взволнованы, ну в таком негативном смысле взволнованы, то у нас зажимается гортань, губы становятся как будто замороженными слегка, застывает дыхание, все дыхание переходит сюда, в легкие, включится. И мы звучим вот так вот, когда мы встревожены. Или голос, например, может вот так вот дрожать, потому что внутри нам хочется расплакаться. Что делать, если вы находитесь в состоянии тревоги, и вы хотите побыстрее из него выйти, либо закамуфлировать свое тревожное состояние. Голос можно настроить как удар боксера. Вот любого боксера профессионального разбуди и скажи ему, нанеси удар. И он сделает это даже с закрытыми глазами. Почему? Потому что раньше он тренировался, его тело знает, как этот удар нанести, даже не думая о том, как выстроить архитектуру движения, там с какой подачей руку выбросить вперед и так далее. С голосом то же самое. Тренировка голоса это тренировка мышц речевого аппарата. И если вы натренируете свой классный, уверенный голос заранее, вы сможете этот голос вызывать по щелчку. Как формируется этот голос, вы можете узнать в моем супер классном приложении про голос. Но вкратце расскажу так. Что нам нужно для того, чтобы вот этот удар боксера натренировать? Нужно разжать зажим гортани, научиться звучать в грудном регистре, выталкивать громкость при помощи диафрагмы, следить за интонацией точки. Вот такие четыре простые правила. Есть еще, конечно, там дополнительные, но на данном этапе нам хватит даже четырех. И когда вы взволнованы, попробуйте вернуться в это состояние заранее подготовленного дома речевого портрета вашего вокального образа. Вот я сижу, тревожусь, думаю, Боже мой, интересно ли людям смотреть мой канал? Не фигню ли я несу? Ну, но если я хочу вызвать у себя вот этот воспитанный голос, как бы я себя не чувствовала, я могу притвориться вокально, что я чувствую себя отлично, что у меня все хорошо, прекрасно, и я вовсе не тревожусь. И чем больше вы будете практиковать нахождение себя в этом вокальном образе компетентного, уверенного человека, тем быстрее ваше тело и ваш звук будет привыкать к этому состоянию. И в любой момент, когда на вас напала тревога, опасение, что-то такое странное с вами происходит, и голос ровный такой, уверенный в себе вас покидает, вызывайте этот самый строгий, компетентный вокальный образ. И вы обратите внимание, что пройдет буквально 2-3-4 минуты, и вы почувствуете, как вслед за таким уверенным, ровным голосом меняется ваше внутреннее состояние. То есть, тревогу можно победить прокачанным заранее голосом. Так что приглашаю качать голос со мной в приложении.